А сейчас мы пришли совсем не в пляжную достопримечательность. Это Ликийская тропа. Тут люди жили более 3000 лет назад еще, и было такое царство-государство, Ликия называлась. И здесь проходила тропа, а это тропа для мулов, и здесь фактически это хайвей тех времен был. И сейчас это считается одной из самых-самых красивых трекинговых троп в этом районе. И тут на самом деле есть участок, вся тропа на 500 километров где-то. Вы наверняка 500 километров не пойдете, как и мы 500 километров идти не собираемся. И мы планируем пройти на самом деле всего километров 8-9 до точки, где будет уже трасса. Говорят, сюда прикольно еще приходить вечерком, когда закат. Даже сейчас утром здесь прикольно. В этих деревьях, которые здесь хвойные растут, есть окошки. Такое ощущение, что специально есть места, где можно пофотаться, где можно встретить закат или рассвет. И даже сейчас, в середине дня практически, здесь все равно классные виды. Самое прикольное, здесь тенек. То есть смотришь классные виды на солнечное побережье, а сам идешь по теньку. Это очень приятно. Здесь растут оливки и кедровые всякие сосновые хвойные деревья. И видите, отсюда с этих точек виднеется как раз пляж Бельджикис. Это который ближе от нас. А вот дальний, небольшой вот такой вот кусочек моря, это, соответственно, голубая лагуна. И над нами нависают скалы. Вроде выглядят безопасно, не выглядят, что с них сейчас камешки покатятся. И обратите внимание, по этим скалам, видимо, как вода стекала, они выглядят реально как архитектура какого-нибудь Гауди. Может, он здесь вдохновлялся. Такие все плавные очертания, что для скал вообще не характерно. Скорее всего, водой это все так вымывается красиво. Чем выше мы поднимаемся, тем уже дальше видно. И отсюда видно уже не только голубую лагуну, но и острова, и мысы, которые дальше голубой лагуны находятся. И все небо здесь усеяно парапланиристами. И знаете, я обязательно на параплане покатаюсь. Если я осмелюсь, тут тоже ссылочку к этому видео добавлю. Смотрите. Я думаю, это будет весело. Хо-хо-хо, самый бомбический вид. Хотя, может, будут еще более бомбические виды, но отсюда вид уже бомбический. Очень круто, это стало. Нам по дороге встретилась древняя лестница. Не, на самом деле, я не верю, что она древняя, но она идет нормально так по обрывчику. Вот если вот посмотреть, вот этот вот обрывчик, вот тут такая лестница. Я вперед пропускаю, конечно, женщину, чтобы ее женщина проверила. Лена, а как там крепко? Можно идти? Вышли из флойного леса, здесь поменьше стало пени, но виды становятся все бомбезней и бомбезней. Чем дальше идешь, тем красивше вид. Теперь мне с этих камней надо как-то спуститься. Я все-таки не горный козел, поэтому надо аккуратнее. Хотя, судя по какашкам горных козлов, которые здесь периодически валяются, горные козлы-то тут прыгают хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще по дороге, здесь попадаются вот такие места. Такое ощущение, что оборудованные как раз для ночлега в палатках. И здесь есть такие колодцы. Я, кстати, не знаю, откуда туда попадает вода. Наверное, из родников каких-то. Колодцы с ведром, где можно набрать водички. И там реально водичка. Единственное, мы обратили внимание, что в этой водичке там змейки плавают. Я не знаю, видно, вам нет? Вот одна вот там вот плавает. И где-то там вторая была, уплыла сейчас. Вот, колодцы закрываются такой крышечкой. И вроде как родниковая водичка. Можно пить. А вот дальше дорога идет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Еще обратите внимание, что здесь вся тропка помечена такими вот метками. Короче, если вы идете, а меток долго нет, значит, вы идете не туда. Эти метки здесь специально сделаны, как типа в Альпах делаются, чтобы вы понимали, по какому маршруту вы идете. Остаются уже позади виды голубой лагуны. Уже становится нехило так жарко. Но мы продолжаем идти. Мы уже разделись. Идем дальше по Ликийской тропе. Хорошо, что взяли с собой много водички. Пока что из колодцев с змеями пить не стали. Дорожка тут видоизменилась немножко. Но прикольно, что она иногда ныряет в кусты, а иногда на солнышко есть время охладиться. И вот мы дошли как раз до того пункта, когда уже началось такое ощущение, может развернуться, но говорят в ту сторону, отсюда идти ближе, чем обратно. Перед ней виднеются кусты. Мы уже прям ждем, не дождемся, когда в них придем. Потому что тут прям Египет. У нас же компашка сбилась, которые пытаются дойти до финальной точки и не развернуться. Ого! Тенек! Наконец-то мы зашли в тенистую часть. Здесь все выше и выше забираемся. Здесь можно немножко передохнуть. На самом деле мы решили не разворачиваться. Тут, говорят, скоро будет остановочка, где можно водички попить и токсичку словить. Если это не так, я не знаю, как мы пойдем обратно. Мы все вышли в тенистую часть. И выше, и выше, и выше, и выше. Мы идем все вверх, и вверх. Солнце нас не сжарит. Потому что мы из Сибири. Встретили по дороге прикольных козочек. Они вот тут пасутся. Не буду к ним близко подходить. Они рогатые, да вообще. Что же в этом мешать? У нас есть миссия дойти до кафешки. И мы дойдем до кафешки. Вот они. Кошки едят эту дико колючую жесткую траву. Ай, ее трогать-то больно. Непонятно, как они кушают ее. А мы уже в конце тропы. Спустя, получается, два часа ходьбы. Мы уже выходим в какой-то деревеньке. То ли архитекторы за этим следят, то ли местные стараются. Здание не выбивается из общего ландшафта. И вот даже вот сейчас мы идем. Жена впереди красиво вышагивает. И спереди дома с такими очень красивыми каменными башенками, которые здорово сочетаются с окружающими горами. Хорошо, что мы не развернулись назад. Если пойдете. Вот у нас полторашка воды была. Берите две, короче, полторашки воды. Потому что из колодцев ведь, ну, можно как бы, да, я что-то не стал. Две полторашки воды на двух человек. Штуку, чтобы посидеть. Солнцезащитный крем. И будет вам красивое гуляние до конца. Не так уж и далеко. Три часа мы сюда шли. Вышли в девять утра. Короче, мы остановились возле такого красивого домика, который сзади меня. Мы думали, это кафешка. Это не кафешка на самом деле. И это просто дом, там кто-то живет. Но они согласились налить нам воды и вызвали таксичку в деревне, которая находится в полутора километрах отсюда. Мы сейчас туда и пойдем. Тут, кстати, ниже этого дома есть вот такая расщелина. Надо обязательно не пройти и посмотреть. И там какой-то красивый отель стоит. И голубая-голубая лагуна. Очень красиво. По видео похоже на место, которое деревня бабочек называется или долина бабочек. Но это не оно. Какой-то элитный отель, мне кажется, реально стоит. Так хрустит смачно, как будто бы он салат ест такой. Такие масштабные горы там. Реально очень круто. Мы идем дальше по дороге. Я думал, эпичные виды кончили. А нет. Вот тут нам появляется вид на гору как раз Бабадак. На ее предгорье во всей красе. То есть прям такая огромная каменная стена перед нами. Очень круто смотрится. И если в начале тропы ты в основном идешь, у тебя все же виды. Там на голубую лагуну, на пляже. То здесь уже больше такие горные виды. И начинается вот ощущение, что ты не просто вдоль пляжика пошел прогуляться. Пошел в реальный хайкинг. Впереди такси. Наверное, это то самое такси, которое мы вызвали. За которое мы сейчас заплатим. За которое мы сейчас сколько-то заплатим. Мы не знаем сколько-то. Не делайте так. Надо узнавать, сколько оно стоит. И на этом, я думаю, это окончание нашего похода. Кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. И рассказывайте, пошли бы вы в такое путешествие сами или нет. Чтобы мы вот с Ленкой смогли сниматься.